Я организатор событий, разные события, связанные с творчеством, с музыкой. У меня есть хор, я руководитель любительского хора. Это проект, который был создан из такого импульса. Мне самой хотелось очень сильно петь в хоре. И сейчас мы поем, снимаем клипы и выступаем. Я играю и преподаю на ханге и на африканских барабанах. Музыка, она со мной всю жизнь. Все началось со скрипки, затем гитара, фортепиано. Ударная установка. И потом, вот так абсолютно внезапно в Новосибирске я познакомилась с хангом. На подоконнике стояла вот эта большая летающая тарелка. Я взяла ханг, поиграла на нем и абсолютно ничего не поняла. А потом была вторая встреча, сидели зрители. Я, по сути, второй раз в жизни держу инструмент и начала играть. И в зале люди плакали. Я сама тоже сидела, у меня слезы стекли. Все как-то так сложилось. Я поняла, вот я почувствовала, что это мой инструмент и мне нужно к нему прийти. Вот два года я шла к хангу. Для меня ханг – это на 100% трансформационный инструмент. Этот инструмент, он вот в первую очередь пришел для меня, а сейчас я это вижу как инструмент, которым я могу делиться с другими людьми, играть вместе с ними и вижу, что происходит с ними после занятия. Просто вот небо и земля. Человек более чутко чувствует свои желания. Он замедляется. То, что происходит сейчас – это перемены в моей жизни, перемены в моем состоянии. Я стала сама намного спокойнее. Наверное, на данный момент моя основная миссия – это делиться с людьми той музыкой, которую я играю, и помогать им лучше почувствовать себя. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Ханг – это достаточно новый инструмент, его еще называют инструментом нового времени, он появился в 2000 году в Швейцарии, то есть ему всего 24 года, а прародитель глубоко в Африке, он называется стилдрам или стилпан, металлический большой чан. И вот ребята, которые изобрели Ханг, они добавили еще одну половиночку, и если на стилдраме играли деревянными палочками внутри самого инструмента, то здесь играем руками. И инструмент более такой чувствительный, тонкий, нежный, несмотря на то, что он сделан из металла. И вот эта вот каждая пупырышка – это нотка. И несмотря на то, что он металлический, это барабан. Немного странно, что барабан может быть сделан из металла. Но вот каждая нотка – это один маленький барабанчик, мелодический. И у Ханга звучат не только нотки, звучит весь корпус. И каждая его грань звучит по-своему. Плюс есть такая центральная нота большая, она называется динг или бас. Когда мы к ней прикасаемся, получается такой прям пяум. Плюс есть еще одна площадка такая, называется рим. Чуть другое звучание идет. И за счет того, что инструмент у нас полый, звук концентрируется внутри, плюс распространяется вовне. Есть такой вот резонатор, как у гитары, как у скрипочки. Есть такая вот дырочка, называется гу. И что самое интересное, на оборотной стороне инструмента мы тоже можем играть. Когда стало скучно, можно чуть-чуть побезобразничать. Самое главное – это желание играть на этом инструменте. И открытость к экспериментам. То есть это такой инструмент исследования. Учитывая то, что он относительно недавно создан. Ну вот люди его сделали, вопрос, а как играть? И вот то, как играть, до сих пор придумывают разные мастера. Техники берут из дарбуки, это арабский барабан. Технику берут с игры на гитаре, с барабанов. То есть разные-разные моменты, их уже комбинируют по-своему. И нет такого, что вот правильно играть вот так. Есть база определенная. И дальше на нее уже мастера накручивают разные свои фишки. Сам инструмент сделан из достаточно тонкого металла. Это полтора миллиметра. Ханги, хендпаны делают из азотированной стали, либо из нержавеющей стали. Из нержавейки они еще более тонкое звучание приобретают, как будто бы на хрустальном инструменте играешь, на хрустальной чаши. Вот конкретно этот инструмент, его делали два мастера из Санкт-Петербурга. Он мастеровой, полностью ручная работа. И вот каждая нотка, она сделана при помощи отбойного молотка. На каждую нотку до тысячи ударов отбойным молотком. То есть несмотря на то, что тончайший инструмент, делают его достаточно суровым способом. Мастер надевает наушники, включает сверхчувствительный тюнер. И по 12 часов каждый день он сидит буквально в этом инструменте и выковывает, формирует каждую нотку. И вот каждая нотка, она состоит из трех нот. И за счет этого получается такое объемное звучание. То есть в одной ноте мастер настраивает раз, два, три нотки. У него тоже такие специальные магнитики, где обозначены ноты. И дальше уже, когда мы прикасаемся к нотке, то мы слышим вот прям такой хор из нескольких нот. За счет этого такое объемное звучание. Его очень часто сравнивают с поющими чашами и с колоколами. Наверное, 50% успешной игры — это расслабление. То есть если тело зажато, если мы напрягаем пальцы, то у нас, соответственно, и звук будет очень зажатый. А как только мы расслабляемся и начинаем играть, и жить всем телом через инструмент, то есть вот такие очень волнообразные движения, которые можно сравнить с движением восточных танцовщиц. Восточные танцы сильно вдохновляют на то, чтобы играть на ханге. И я часто эту аналогию провожу для того, чтобы было более понятно. Вот, например, когда играем, представляем, что инструмент максимально горячий, а рука будто бы такой волшебный хлыст. Этот хлыст у меня начинается в плече, и его завершение в кончике пальца. И как только у меня вот эти два образа сходятся, что это максимально горячее, а это что-то такое похожее на хлыст, тогда нотки получаются очень такие воздушные, легкие, красивые. И инструмент начинает именно звучать и раскрываться, когда с ним обращаешься очень-очень плавно, и не требуешь от него, ну давай, играй. Нет. А когда ты сам расслаблен и настроен на красивую игру, она вот такой и получается. Ханг — это такой достаточно интуитивный инструмент. Есть глюкофоны, ханги, калимбы, и на всех этих инструментах можно играть так, как чувствуешь. Потому что они в большинстве своем настроены по принципу пентатоники. Это значит, что нотки идут не классическим звукорядом, где доры, ми, фасоль, ля, си, все по порядку, а через одну, через две такими очень гармоничными, приятными интервалами. И за счет того, что у нас все в гармонии, любые сочетания, которые мы сыграем, практически любые, будут красивыми. И поэтому очень много людей, которые не имеют музыкального образования, они приобретают эти инструменты и начинают на них играть. Просто потому что можно играть вот так, как захочешь. Закрыть глаза и играть. Если мы говорим про более профессиональную историю, там, где ты хочешь как музыкант делиться тем, что ты умеешь, и играть с другими людьми, например, в ансамбле, то здесь, безусловно, чувство ритма, которое нужно постепенно развивать. Это разные комбинации и сочетания. Причем на ханге они таким интересным способом построены. Практически на любом инструменте они складываются по геометрическим фигурам. Например, я могу играть квадратом, я могу играть треугольником. И эти треугольники у меня могут размещаться абсолютно по-разному. Я выбрала три нотки и хожу по ним. И дальше уже, например, есть инструменты, на которых 12, 15, 17 нот. Есть ноты еще внизу, дополнительные басы, то есть в нескольких октавах можно играть. И ханг уже стремится к такому, к более фортепианному формату. И тогда уже можно целые композиции на нем складывать. Здесь у меня, например, небольшое количество нот. И то можно уже разные мелодии играть. А так, если более профессионально подходить, то там целые партии, играть на двух хангах одновременно и так далее. Отдельная тема в игре на ханге — это звукоизвлечение. То есть каким местом на руке, по какому месту на инструменте мы прикасаемся, для того, чтобы у нас был более чистый и красивый звук со стороны руки. Это фаланга указательного пальца. То есть на начальном этапе начинают играть большой пальчик и указательный пальчик. Дальше уже подсоединяются остальные. И мы начинаем думать во время игры не подушечкой, иначе мы будем глушить инструмент, а вот именно вот этой фалангой, косточкой. И звучат у нас грани инструмента. То есть у нас получается ребрышком, а ребрышка. Неважно, под каким углом это будет, но главное, чтобы мы играли на самих гранях инструмента. Не вот эта выемка, не вот эта площадка, а грань. И тогда у нас получается максимально такой чистый звук. И как только мы к нему прикасаемся, сразу подлетаем. Иначе, если задерживаемся, мы будем глушить инструмент. Такая техника и приемы тоже есть. Но если мы говорим о начальном этапе, когда мы хотим красиво звучать на инструменте, то это как раз вот ребрышка, а ребрышка. И первые три нотки, которые направлены к нам, самые низкие нотки, они играются ребром большого пальчика, а все остальные — это ребрышка указательного пальца. И плюс у нас еще добавляется басовая часть, динг, на котором мы играем подушечкой указательного пальца. По сути, мы можем вот на четырех пальчиков строить всю нашу игру на начальном этапе. И самая такая база — это гамма. На гамме мы оттачиваем все. То есть мы осваиваем весь инструмент, мы оттачиваем технику звукоизвлечения, мы работаем с ритмом параллельно, чтобы у нас расстояние между нотками было равнозначное, мы никуда не торопились. И запускаем такую волну на вдохе. И выдыхаем, спускаемся вниз. Таким образом, когда, например, начинаем с дыханием сочетать, у нас появляется выразительность особая в игре. И это уже не просто про механические движения, это уже про музыкальность. Ханг известен как инструмент для самопознания и самоисцеления. И достаточно так активно сейчас используется в техниках и в практиках медитации, на йога-практиках. Очень часто полуторачасовые занятия по йоге проводятся под хендпан. И это усиливает вот этот эффект работы с физическим телом. Плюс еще идет работа с психикой в плане гармонизации, в плане работы с какими-то внутренними моментами. И все так очень плавно и мягко раскладывается по полочкам. Часто делают сеансы саунд-хиллинга, где используются бубны, барабаны этнические. И такая вишенка на торте — это ханг, который помогает более глубокому расслаблению. И человек погружается в такое наполняющее ресурсное состояние и отдыхает. И расслабляется именно и тело, и ум. И в процессе игры, например, когда практикуешь каждый день, я даже не называю это просто занятиями, это именно практика игры, потому что ты должен войти в определенное состояние и не думать ни о чем больше. То есть с инструментом, если ты только начинаешь чуть-чуть напрягаться, отвлекаться, игры не получается. Потому что тебе здесь нужно сосредотачиваться и на ритме, и на мелодической части, и все это между собой сочетать. Буквально 15 минут в день они дают очень много ресурса и помогают просто настроиться на свою волну, очень приятную и расслабленную. И делать то же самое, что ты делаешь в обычной жизни, но в более неспешном и приятном формате. И сам инструмент звучит на непривычных для Земли частотах. Они гораздо выше по Гц, чем то, к чему мы привыкли. И, соответственно, если инструмент звучит более на высоких частотах, он плюс еще вибрирует на них, то от постоянного взаимодействия тоже начинаешь потихонечку выравниваться и приподниматься. Соответственно, изменяется состояние, настроение и вообще жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok